Мы представляем вам номинатор. В 2010 году был принят закон, по которому госучреждения не возвращают сэкономленные деньги в бюджет, а оставляют их себе на так называемые стимулирующие выплаты. Это провоцирует руководителей на уменьшение объема и качества госуслуг, урезание зарплат большинства работников, сокращение рабочих мест для увеличения зарплат избранных. Организаторы движения требуют изменить эту порочную систему финансирования. Соблюсти интересы ребенка и родителей при разводе, договориться с соседями о ремонте затопленной квартиры, получить с работодателя обещанную премию, минуя долгие судебные разбирательства. Все это возможно благодаря медиативным технологиям, которые помогают находить компромиссные решения в спорных ситуациях. Для обучения этим знаниям в Иркутской области и разработан проект «Ты можешь сам». Руководящие должности и чины не должны раздаваться родственникам и друзьям, а принимаемые властью решения не могут быть основаны на собственной выгоде. Хотя зачастую происходит именно так – кардинальная смена политической и экономической системы на территории своего района. Вот какую непростую задачу поставили перед собой активисты проекта «Балахна без коррупции». Одним из условий защиты прав человека является доступ заключенных и осужденных к актуальной правовой информации. При этом недостаточно просто перепечатать нормативно-правовые акты и судебные решения. Информацию надо изложить простым и понятным языком. Настольная книжка заключенного выполняет эти задачи. Дискуссионный клуб «Продисказ» – это проект студентов Алтайского государственного университета. Клуб – место открытого обсуждения самых актуальных политических вопросов, проблем городской и региональной повестки. В таких дискуссиях и формируется активная гражданская позиция. Мы находимся в постоянном диалоге с жителями города, знаем их нужды и говорим о том, о чем никогда не расскажут местные СМИ. Говорит создатель портала «Проблемная ступина». Ведь зачастую власти начинают реагировать на проблему лишь после общественного резонанса в СМИ или соцсети. Это позволяет не забывать властям, что их должности выборны, что они для народа, а не народ для них. На город воуреальной дониминации вручает Юрий Шевчук. «Воздух, свободу» – это знаковое событие Юра Петровона. Там диплом и золотой росток. В номинации «Воздух, свободу» проект «Ты можешь сам». «Развитие института медиации» – руководитель Архипкина Роскасий Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для меня большая честь стоять на этой сцене. Еще, наверное, потому что, я думаю, что немногие в нашей стране знают, что такое медиация. И часто путают это с медитацией. Поэтому, когда мы говорим, что, наверное, когда происходит семейный конфликт, и родители, которые находятся в состоянии развода, начинают делить не только квартиры, но и своих детей, как мебель, потом судебные приставы начинают исполнять наказание, и тоже, как мебель, начинают изымать детей и исполнять судебное решение, мы всегда говорим о том, что, возможно, родителям стоит вспомнить о том, что, да, они перестают быть супругами, но они остаются быть родителями. И от них зависит, что будет в дальнейшем с ребенком. И то же самое в других сферах отношений. Поэтому для меня это очень большая награда, и я думаю, не только для меня, но и для всего сообщества медиаторов, для тех, кто занимается защитой прав человека, и говорит о том, что человек может защищать свои права самостоятельно, а не только при помощи государственных органов. Спасибо большое.